Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, где зарабатываю, даю информацию, ответственность за ваше решение лежит только на вас. Также рекомендую подписаться на телеграм-канал, он на английском, ссылочка будет в описании. Давайте начнем с плохих новостей, потому что это важно, об этом тоже нельзя умалчивать. Первая плохая новость, проект Forever 4. Я быстренько пробегусь, потому что сегодня речь, конечно, у нас не об этом проекте. Сегодня у нас будет Estable Dividends, очень интересный проект, я сюда зашел по личному выбору. Пробежимся по плохим новостям. Значит, Forever 4 проект прекратил выплаты с сегодняшнего дня, не дал абсолютно никому вывести. И не сам админ со скамил, админ, судя по тому, как я видел в чате, кто-то там не сделал рекламу. Я так полагаю, что админа кинули на очень серьезные деньги, до этого видели блокировку домена. Какие выводы можно из этого сделать? Первое, что я всегда говорил своим подписчикам. Если вы занимаетесь инвестированием, без рисков тут никак не обойтись, и без потерь тут тоже не обойтись. И если вы не любите рисковать, инвестиции – это дело не для вас. И самый главный совет – всегда можно риски распределять. То есть по нескольким направлениям, по нескольким проектам нужно выбирать менее рисковые инструменты. Если вам эта тема не нравится, можно зарабатывать без вложений, дизайнером быть, каким-то разработчиком. Можно выбирать другие направления. Но невозможно инвестировать и невозможно рисковать. Как бы это законы физики такие. То, что невозможно, если ты боишься высоты, забираться, например, на крыше и делать разные трюки. Так же самое тут. Если человек постоянно боится инвестировать, эта тема тогда не для него. И инвестирование – это, к сожалению, опыт. И что я для себя еще сделал. Некоторые люди, когда проект уже давно работает, в данном случае это Stable Dividends, некоторые люди говорят, что вот там поздно, кто-то что-то еще говорит. Я другого мнения всегда придерживался. Это мнение всегда было ошибочным. Есть такие проекты, которые работают годами, и в них заходят после того, как они работают годами, и в них люди делают такие сумасшедшие кссы. А бегать по всяким новинкам от неопытных админов, которых сначала блокируют домино имя, потом что-то еще. Я не хочу как-то обидеть этих админов, и просто все приходит с опытом. В следующих проектах, конечно, мы надеемся, что эти админы уже покажут себя с хорошей работой. Вот. Почему я проинвестировал в Stable Dividends? Первое. Админ не берет ни у кого рекламу. То есть он ее закупает там, конечно, может у кого-то закупает, может сами лидеры закупают, но это очень-очень редко. Депозиты там, чтобы рисовали всем подряд на право и на лево, здесь такого тоже нет. И второе. Проект работает 239 дней. До этого он партизанил, переоделся он совсем недавно, месяц назад. И тут работа может быть. Тут вы все видите сами. Я не хочу ничего загадывать. Я говорю реальные факты. Админ с 10-летней закалки. Опыт за плечами у него колоссальный. Ни разу не было блокировок доминого имени. Он выбрал хорошего, надежного регистратора. Ни разу не было DDoS-атак. Выплаты тут с понедельника по пятницу, в выходные дни выплаты не происходят. Регламент там 48 часов, там-72 часа. То есть, но самое главное, это я вижу тут какую-то стабильность. Проект еще может работать, поверьте, если еще столько отработает, там 200 с чем-то дней. Люди получат не профит, люди иксанут. Вот, я никого не принуждаю заходить в этот проект. Я рассказываю, почему я его выбрал. Рассказал вам те факты, почему я выбрал. И я надеюсь, что я тут... Пока я для начала зашел в небольшой суммой, все свободные, что у меня были. Я не выкладывал обзор, я хотел всю эту тему протестировать, присмотреться. И дальше я планирую его активно развивать на Телеграм-канале. Буду я его активно развивать. Тут у нас также есть русский язык. Кому непонятно, есть вот такая кнопочка перевести на русский. Хочу сказать, администратор мне уже нравится, то, что он с опытом. И еще один я сделал для себя вывод, что надо заходить уже в стабильные проекты, которые показали работу. Не кидаться во все подряд новинки, а заходить в проекты, которые работают, которые уже... Потому что там еще даже... Там больше даже шансов и меньше риски. И больше шансов получить прибыль, чем кидаться во все новинки, которые завтра прекращают выплаты. Вот. Выбирать. Не сильно спешить. Вот. Я, к сожалению, вот, рискую. Все тестирую, все изучаю. Где-то, конечно, какие-то есть условия, как я блогер. Я этого не скрываю. Я не хочу там вот все рассказывать, как там вот захожу туда, захожу туда, там все обманывают и так далее. Конечно, люди, которые лидеры, у них всегда есть условия. Как вот вы приходите там на футбол, вы видите какие-то там Coca-Cola рекламируют, им тоже платят. Так самое в проектах. И у лидеров всегда есть условия. У трейдера инкам были условия, рисованный депозит и так далее. Этого никто не отменял. Это всегда есть. Я этого не скрываю. Я со своей аудиторией хочу быть максимально честным. Давайте перейдем дальше. И важный очень урок. Это максимальное распределение своего портфеля. Это должны быть и хайпы, и что-то еще, и криптовалюта, и что-то еще, еще, чтобы уменьшить риски. Максимальная цель – это уменьшить риски. Пускай хотя бы даже не заработает. Но очень обидно, когда человек заходит на всю котлету и там на следующий день, к примеру, скал. Итак, у нас я зашел на вот этот тариф. Сейчас давайте перейдем в кабинет. Я уже начал туда-сюда ходить. Много слишком эмоций после этого проекта. У меня депозит отработал, я могу их вывести. Обратите внимание на комиссии. Вывод средств. И сейчас мы пробежимся еще по пополнению. Обратите внимание на комиссии. Вывод средств для каждой системы разный. В USDT BEP 20 тут комиссия вроде небольшая на пополнение. Там пару центов BNB-шки я плачу. Но минимальная сумма, прошу прощения, я не то сказал. Минимальная сумма USDT TRC 20 вроде бы 50 долларов, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим, сколько тут платежных систем, чтобы сделать депозит и вывести. Также есть внутренний обменник, если, допустим, партнер заходит с E-PayCore, или там у вас нет рублей, вы, например, живете не в России, вы хотите это вывести на крипту, пожалуйста, обменник. Тут очень все классно. И все системы работают. Perfect Money, E-PayCore, Kiwi, Яндекс.Деньги, Битки. Крипты, миллион крипты, миллион фиата, просто любая система, даже банковские карточки вы где-то видел. Нет, банковских карточек нет, но есть Kiwi. В общем, очень-очень постарались. Прямо давайте выведем 33.24, выбираем USDT BEP 20. Прошу прощения. Так, нажимаю 33.24. С этим курением надо завязывать. Так, нажимаю 33. Да что ж такое-то? Ну, вот как его сделать? То есть я нажимаю. Так, не выводится эта мелочь. 33.00, выведем. Оставим уже их. Я от них не обеднею, от этих 20 центов. На следующий раз выведем, я проекту доверяю. Мелочиться я не буду сейчас. Так, я сейчас записал свой пин-код, мне придется поставить видео на паузу. Обрезать видео уже не буду. Итак, нажимаю отправить запрос. Ваша заявка отправлена в обработку. Все. Ждем выходные, я думаю, они мне не придут. Завтра, суббота, воскресенье. Я думаю, в понедельник уже я опубликую на телеграм-канале. Я пока что партнеров тут у меня нет. Я только зашел, потестировал. Сам зашел, никого сюда не звал. Сам зашел. Думаю, что буду потихонечку эту тему развивать. Потому что админ, не знаю, по многим сетевикам посмотрел. Никаких депозитов никому не рисовали. Это раз. Никаких не было листингов, страховок. У каких-то мониторов и блогов, может быть, они есть. Но там только очень у избранных. Вот, я этой информацией не обладаю. Я не сильно так проверял. Я посмотрел по сетевикам, по чатам. То, что админ там 10, а то и 20-летней закалки. Еще там чуть ли не до нашей эры уже эти проекты клепал. Опыт у него за плечами. Там прям такое, что... Потому решил протестировать эту тему. Риски есть. Вам желаю удачных заработков, побольше профита.